1.01 YouTube и сегодня у нас обзор на фильм «Марсианин». «Марсианин» это фильм 2015 года, его режиссер Ридли Скотт, а в главных ролях играет Мэтт Дэймон, Кейт Мара и Шон Бин. «Марсианин». Энди Вэйр, автор романа «Марсианин», 20 лет проработал обычным программистом, гик по натуре. Вэйр проводил много времени, изучая научную фантастику и космос, а затем опубликовал в интернете несколько глав из своей книги. Текст спустя пару лет стал абсолютным бестселлером Нью-Йорк Таймс. Энди офигел, просил работу, подписал всебанковские чеки, заключил контракт с издательством и сел писать второй роман. «Марсианин» в октябре 2015 года получил грандиозную экранизацию с звездами первой величины в актерском составе и с самим Ридли Скоттом у руля. В ближайшем будущем НАСА отправляет на Марс пилотируемую экспедицию RS-3. На поверхности Красной планеты внезапно начинается сильнейшая буря. Команда вынуждена прервать операцию и вернуться на Землю. Во время элакуации происходит несчастный случай. Астронавт Марк Уотни в роли Мэтт Дэймон отделяется от группы и, судя по показаниям приборов, погибает. Обстоятельства вынуждают других астронавтов бросить Марк Уотни и улететь, не ставя под угрозу всю команду. А НАСА официально объявляет Марк погибшим при исполнении. Но Уотни выжил. Причем не только выжил, но и сумел наладить контакт с Землей, что безусловно приводит в шок весь мир. Внутри космического агентства назревает конфликт. Руководство отказывается рисковать экспедицией и посылать RS-3 обратно, в то время как команда, отвечающая за экспедицию по что бы то ни стало, желает вернуть Марка домой. Сам астронавт тем временем принимается планировать жизнь на Красной планете и бороться с обстоятельствами с помощью смекалки, высокого интеллекта, чувства юмора и целеустремленности. Если подмогу и вышлют, то кораблю понадобится 4 года, чтобы добраться до Марса, а ресурсов у Марка всего на месяц. На ум сразу приходит сюжет Даниэля Дефо, который переснял на космический лад еще в 1964 году в фильме «Робизон Крузо на Марсе» на «Марсианин» работает иначе. Здесь не будет инопланетян и перестрелок на бластерах. Фильм, как и книга, выступает в жанре приземленной научной фантастики, где технологии и история сама по себе показаны не футуристичными, а вполне правдоподобными. Благо в НАСА уже планируют пилотируемый полет на Марс. Кроме того, агентство помогает студии 20-й век ФОКС в работе над фильмом. Настоящие астронавты и инженеры, приложившие руку к экспедиции марсоходов, по словам представителей НАСА, фильм не только показывает работу астронавтов реалистично и интересно. Привет Армагеддону! Но и хоть и довольно абстрактно отображает замысел агентства на ближайшие годы. Кажется, лучшего способа еще больше популяризировать исследования космоса не сыскать. Если ориентироваться на роман и на трейлер, можно с уверенностью сказать, чего в фильме будет достаточно, научных терминов и юмора. В книге Уотни, тот еще шутник, и повествование, наполненное тягучими почти верновскими описаниями химических, биологических и физических процессов, помогающих астронавту выжить, повсеместно разбавляется геккевскими перлами супергероев. К тому же, над сценарием картины работал Дрю Годдард, известный по своему изобретательному хоррору 21 века «Хижине в лесу», где он выступил и режиссером, и сценаристом. В заключении могу сказать, что фильм действительно получился хорошим, и с помощью него можно представить условия в космосе, которые могут ожидать нас с вами в скором времени.